Здравствуйте! Назовите самый неприхотливый кустарник. Я уверена, что первое, что придет в голову, это будет спирея. Действительно, отличительная черта всех видов спирей – это неприхотливость. Большинство видов и сортов идеальны для наших условий и активно используются при создании садов. Благодаря этому качеству, а еще доступной цене, спирею используют там, где необходимо много посадочного материала. В живой изгороди, бордюрах, иногда в качестве газона, особенно на склонах, спирея идеальна в качестве материала для стрижки. Ей можно придать абсолютно любые формы. Видовое разнообразие спирея настолько велико, что в зависимости от вашей задумки вы можете подобрать низкие высокорослые виды с традиционной зеленой или ярко-желтой листвой, с белыми или розовыми соцветиями. Есть даже сорт шарабана, у которого на одном кусте так белые, так и розовые цветы. Помимо цены и большого разнообразия видов, у спиреи еще много достоинств. Она растет почти на любых почвах, не нуждается в обильном дополнительном поливе, любит солнечные места, но вполне мерится с полутенью. Ну разве это не подарок для нас с вами? Сильно не усугубляясь видовое и сортовое разнообразие, скажу, что условно спиреи можно разделить на две группы – белоцветущие и розовоцветущие. Белоцветущие спиреи цветут на побегах прошлого года. К ним можно отмести серую спирею, ванвута, ниппонскую. Исключение составляет несколько сортов. Что нам это дает и зачем нам это надо знать? Все очень просто. Если, к примеру, серая спирея высажена у нас в изгородь, то формированием изгороди вы можете заниматься сразу после цветения. В противном случае ваша изгородь на следующий год не зацветет, почки не успеют заложиться. Розовоцветущие спиреи цветут на побегах текущего года. К ним можно отнести японскую и бумальда. Такую спирею можно стричь чаще. Иногда для поддержания строгих форм вы стрижете ее до 3-4 раз за сезон. Не очень хочется останавливаться, подробно на видах спиреи. Их достаточно много и всех их объединяет неприхотливость. Хотелось бы поговорить только о тех сортах и видах, которые максимально декоративны. Первая спирея, которую необходимо упомянуть, это серая спирея или норвежская. Кустарник с фонтанообразной формой, не более 1,5-2 метров в высоту. Такая спирея заслуживает самого парадного места на участке. А сколько нежных эпитетов у этой спиреи. Ее называют белым или серым облаком, невестой. И действительно, когда весной она зацветает, то глаз от нее отвести невозможно. Белыми соцветиями усыпан весь куст. Единственным недостатком можно считать короткий период цветения. Но этим грешат все весеннецветущие кустарники. Невозможно не упомянуть спиреи с желтыми листьями. Желтолистные сорта есть у ниппонской, японской и бумальда. Чтобы сильно не вдаваться в систематику, мы поделили такие спиреи на две группы. К первой отнесли сорта с чисто желтой окраской. К второй, у которых молодой лист красный и только потом желтый. К первой группе можно отнести голдмаунт, голден принцесс и самый маленький сорт голден карпит. Голд принцесс и голдмаунт очень похожи между собой. Единственным отличием, у голдмаунта молодой прирост более яркий, а взрослый лист с слегка лимонным оттенком. У голден принцесс и молодые взрослые листья более ровные. А вот голден капит – это спирея не больше 10 сантиметров в высоту, с миниатюрными листьями и очень маленькими розовыми цветочками. Издали не всегда определить, что перед вами кустарник. Ее очень легко спутать с любым почвопокровным многолетником. К второй группе относятся сорта такие, как голд флейм, макрофилла или мэджик капит. Все они имеют красные почки и такую же окраску молодых листьев. Отличает их только размер. Самый крупный сорт – это макрофилла. Растение подходит для задних планов. На переднем плане не так эффектно смотрится. Иногда складывается впечатление, что растение сильно перекормили органикой. И поэтому у него такие гигантские листья. Золотой серединой в этой группе можно считать голд флейм. Это компактный куст не более 80 сантиметров, максимум около метра в высоту. Хорошо подходит как для бордюров, так и для цветовых пятен в композициях. Ну и магический ковер – мэджик капит. Высота кустарников не более 40 сантиметров. Очень красивым контрастом смотрится в период активного роста. Красные листья на фоне желтых. На этом мы закончим этот выпуск. Но еще не раз вернемся к этим растениям. В следующих выпусках мы расскажем о самых необычных сортах спиреи. Будет сюжет и об использовании спиреи в ландшафтном дизайне. А на этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!